Новопавловская роща, а ныне парк в районе улицы Шевченко и Пятой линии, имеет славную историю. Рязанские историки говорят, что ранее деревья занимали куда как большую территорию, чем сейчас. А во время Великой Отечественной войны эти самые деревья спасли горожан от холода, поскольку зима 41-го выдалась непривычно морозной. В советские же времена, по словам старожилов гор-рощи, здесь вполне можно было и на лавочках посидеть, и в пруду искупаться, и с ребятишками прогуляться. Со временем парк херел, зарастал, дичал, превращался в свалку. Местные жители стали обходить это место стороной. Несколько лет назад в бытность мэром города Федора Проваторова чиновники гор-администрации заявили о трансформации Новопавловской рощи в детский парк. Но тогда дело дальше установки красочного информационного щита не пошло, хотя по планам здесь должен был появиться детский клуб, детское кафе, лодочные станции и даже аттракционы. Парк так и остался заброшенным, а при мэре Шишове даже и информационный щит заржавел. Только летом этого года начались реальные работы по благоустройству Новопавловской рощи, за что нынешней администрации от жителей большой зачет. Мусор вывезли, деревья опилили и даже пруд от грязи очистили. Но это было предвыборное время, и в прессе частенько проходили подозрительно одинаковые материалы о прямой причастности к организации работ некоего депутата Гордумы. Местные жители грустно вздыхали, после голосования опять все закончится. Но уж не знаем, как там с депутатом, а вот управленцы служб благоустройства парк не бросили. Сейчас территорию оградили, в следующем году здесь появятся дорожки и скамеечки. Что касается паркового пруда, то его тоже расчистят и укрепят береговую линию. Так что здешний народ готовит удочки в надежде вскоре посидеть на зорьке на берегу ожившего пруда. Возможно, что уже следующей весной в Новопавловский уже не страшный парк. Потянутся и простые жители, а не подозрительные компании выпивох, которые облюбовали это место на протяжении многих лет запустения.